Я вот тебя в прошлый раз хотел спросить 4 года назад, но постеснялся, потому что мы с тобой тогда только познакомились, а сейчас ты уже... Скажи мне, Бас, что ты смеешься? Бас это всегда пьяница, баритон это всегда бабник, учитывая, что тебя называют... Тенор это, я даже не хочу говорить. Диагноз. Да, это диагноз. Значит, учитывая, что тебя называют бас-баритон, получается, что ты или все время пьяный бабник, или ты выпадаешь из классификации. Потому что и ты и баритон, и бас. Как ты это совмещаешь? Не знаю, это какой-то интимный вопрос. И что? У нас передача такая интимная. Люди хотят знать правду об Эльдаре Абдарзакове. Что? Мне нравится. Ну, такой мне голос дан. Мне нравится. Богом, моими родителями. Ну, что я могу сделать? Я думаю, этим все сказано. Мне нравится, как ты растерялся. Оказывается, звезду оперного искусства ничего можно сделать так, чтобы она растерялась. Надо просто наиболее хамский вопрос придумать и все. Ну, что я могу сделать? У меня бас-баритон. Так. Да. Я люблю рыбалку, кстати. Я очень люблю рыбачить. То есть ты пьешь на рыбалке? А знаешь, что такое рыбалка? Ну. Возьми, допей, да? Или как это говорится? На рыбалку поехали. Как не выпить? Да. Ну, хорошо. Чтобы закончить с этой интимной темой, я понимаю, что я схулиганил. Потому что мы все нормальные люди. Слушай меня, ты так хорошо на это отреагировал, так скромно, застенчиво, что все твои многочисленные поклонницы просто сейчас еще больше уплыли от того, какой ты интеллигентный, милый, спокойный. Поверь мне, я ничем не навредил. Наоборот. Скажи мне, чтобы закончить с этой темой, ты еще умудрился как бы развестись за эти четыре года? О, давайте вот это не будем. Не, мы не будем. Я просто хотел спросить, что ты в прошлый раз рассказывал о своей женатой жизни. Я хотел понять, что она как бы закончена. Правильно? Ну, да. Окей. Больше я просто хотел... Факт остается фактом. Теперь возвращаемся к князю Игорю. Рассказывай. Князю Игорю это была прекраснейшая постановка, на мой взгляд. Митя Чернякова. Это наша первая совместная работа. Вот я надеюсь, что я еще с ним буду работать, потому что это уникальный режиссер. Уникальный своей энергией, своими задумками. Он именно оперный режиссер? Да. Да. И с ним очень интересно работать. Очень интересно. Он делает не опер, он делает жизнь, как мне кажется. Он делает спектакль, как кино. И прекрасный был состав исполнителей. Был Сергей Семешкур, прекрасный тенор из Мариинского театра. Тоже и Миша Петренко. Это мои друзья. Вот. А дирижер был итальянец, Джан Андреа Назейда. Вроде бы не он должен был быть. Там какая-то история была с этим связана, нет, Эльдар? Точно не знаю. Ну, во всяком случае, Назейда дирижировал. Да, но он появился... Ну, Назейда дирижировал. Так, понятно. Назейда я знаю очень давно. Мы с ним вместе... Мы с ним вместе делали постановку моего дебюта в Мариинском театре. Свадьба Фигера. Это уникальный человек, уникальный дирижер. Мой друг. И прекрасный, говорящий по-русски. Вот. И понимающий русскую музыку. И мне кажется, что он сделал прекрасную работу. А откуда он знает русский язык? Он работал в Мариинском театре много лет. То есть за эти годы выучил? Да, он был приглашенный дирижером Мариинского театра. Главный приглашенный. И он сделал очень много итальянской оперы. В России. То есть практически с 90-го... Даже раньше, с 95-го года, весь итальянский репертуар дирижировал Назейда. Короче говоря, ты доволен, удовлетворен этой работой? Да, да, да. Единственное, хочу заметить, что, наверное, я больше не буду петь «Князь Игорь». Почему? Ну, потому что... Это... Это красивая партия. Хорошая роль, но... Мне кажется, она не для моего голоса. Ну, давай чуть поподробнее, если ты не возражаешь. Что значит «Не для твоего голоса»? Говорят о том, что вообще-то Абдурзаков может петь вещи очень разные. И что один из его плюсов и его талантов именно в этом заключается. И вдруг ты говоришь о том, что... Да, я могу петь разные, но сейчас, мне кажется, что в данный момент я могу выбирать, что для меня, что для моего голоса подходит больше. Что подходит, что мне дает моему голосу развиваться. Не напрягаться так, чтобы, знаешь, можно там через два года закончить петь. А именно нужно этот процесс продлить до, не знаю, хотя бы еще лет 20. Скажи мне, то, что ты говоришь, что я не буду больше петь, наверное, князя Игоря, в какой-то степени, как я сейчас понимаю, поправь, если ошибаюсь, связано с тем, что ты, в общем-то, боишься за голос и бережешь его. Что ты не хочешь рисковать. Да, да, потому что у меня лирический голос. У меня лирический, белькантовый голос. Мне, моему голосу подходит больше итальянский репертуар и французский. Поэтому я предпочитаю больше петь вот именно итальянскую музыку, а бельканто, до ницетти, верди что-то. — Я вот в начале дурака валял в этой части, да, бас-баритон, шутки по этому поводу, старые, оперные, да, что баритон такой, бас такой, тенор обязательно такой и так далее. Такие стереотипы. Скажи мне, пожалуйста, ну это действительно так, что твой голос — это нечто среднее между... Это не совсем бас и это не совсем баритон? — Если брать западноевропейский репертуар, то мой голос — бас-баритон. То есть так, как писали европейские композиторы, они писали немножко по своей тесситуре, по басовой тесситуре, они писали чуть-чуть выше. Я не знаю, это, наверное, все-таки зависит от самого языка, от произношения языка, где он находится. Допустим, итальянцы, они говорят все близко. — Ты знаешь? — Говорят так вот, плоско. — Знаешь, у меня есть какое-то тебе предложение? — Да. Ты мне сказал, что ты не хочешь, четыре года назад ты пел акапеллу в программе, а здесь ты сказал, что акапеллу петь вряд ли будешь. Но поскольку мы с тобой совершенно запутались, ну мы, во всяком случае, между басом и баритоном, ты спокойно кусочек, а мы уже определим это, бас или баритон. — Прямо сейчас. — Ну, прямо сейчас. — Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны. Как вы думаете? — Слушай, у меня большое искушение сказать, что я так и не разобрался, чтобы ты спел и чё. — Расскажи, агры... — Давай. — Да. — Нет, нет, давай, давай. — Ну, давай. — Можно взять кусочек из какого-то романца. — Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная. — Не знаю, это мой голос. — Я понял, что я никогда не давал определения. — Невозможно конкретного. — Поскольку определить это очень сложно, то вся, как раньше говорили, опять-таки, такое сланговое выражение на фишка или мулька, заключается в том, что, поскольку никто не может понять, все-таки это бас или баритон, хотят слушать Абдерзакова все время, не переставая, все больше и больше. Так все-таки что? Ну, пусть еще, пусть еще, пусть еще. В конце концов, дело же не в определениях амплуа актерского и голосового тембра. В конце концов, если говорить серьезно, дело заключается в том, дает это больше простора при выборе репертуара или, наоборот, сжимает возможности. Насколько я понимаю, у тебя как раз возможности от этого расширяются, ну и слава богу. Да, потому что голос позволяет, позволяет петь и басово-баритоновые партии европейского репертуара, и басовые партии тоже европейского репертуара. Поэтому у меня в основном в моей, в моем графике, скажем, в моем репертуаре только европейские оперы. Поскольку ты пожадничал и спел только две строки из романса, то я вынужден за тебя каким-то образом компенсировать для наших зрителей твою певческую жадность. Смотрим и слушаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова